17 апреля 2013 года город Киров превратился в самую настоящую политическую столицу России. На время, конечно. Сегодня сюда съехался весь оппозиционный бомонд и, разумеется, прокремлевские нашисты. Сегодня в Кирове начинается процесс по уголовному делу, сфабрикованному против известного оппозиционного политика Алексея Навального. Задача Кремля – нейтрализовать Навального как возможного лидера оппозиции. Путин, не привыкший к политической конкуренции, иезуитски заказал Бастрыкину состряпать дело против Алексея. Тот и состряпал. А чтобы не было столичного резонанса, присмотрел Киров. Ведь на каждое судебное заседание сторонникам оппозиционера не наездится. Глядишь, через пару-тройку заседаний интерес схлынет, и цель по нейтрализации будет достигнута. Но на первое заседание народу приехало немало. Из Перми и Воронежа, Ешкар-Алы и Петербурга, и, конечно, из Москвы. Местным жителям подобный митинг непривычен. Навального они почти не знают, но к мероприятию присматриваются. Ведь сколько ни тверди по ящику про стабильность, а все равно жизнь показывает полную противоположность. Ясно, что они судят выборочно. Ясно, что этот процесс фальсифицирован. Те, кто знаком с документами, тоже это знают. Уже ряд журналистов, не один журналист уже видели документы, видели материалы. И, в общем-то, понятно, что это все из воздуха сотканное дело. Фальсифицированное, политически направленное, естественно, на то, чтобы уничтожить Алексея. На то, чтобы, первое, не дать ему возможность участия в выборах. Ну и, второе, чтобы сделать из него преступника. То есть, получается, для них, видимо, очень хорошая история. Человек, который боролся с коррупцией, оказался коррупционером. Я вчера говорил с губернатором. К сожалению, сотника не смог с собой взять. Но, тем не менее, у губернатора позиция отличная от Навального. Но, что касается процесса, позиция идентична. Нет там никаких нарушений. Точка. Все это заказ, все это политика, все это месть. Все хотят разобраться и все посадить, чтобы напугать остальных. Ну и самого Навального нейтрализовать, конечно. Решение принимается во власти в зависимости от общественных настроений. Понимаете? И я думаю, этот процесс затянется на несколько месяцев. И в этот период власть будет действительно мониторить ситуацию. Будет проводить соцопросы. Будет делать все для того, чтобы не ошибиться. И, конечно, зависит все от нас. От нашей поддержки, от нашего умения, скажем, выразить свою гражданскую позицию. Мы будем готовить акцию 6 мая. А может быть? Будем, конечно же, приезжать сюда по мере необходимости. Вот я приехал в первый день. Если будет приговор в мае-июне, я тоже приеду сюда обязательно. Дело против Навального. Дело против меня. Дело против Навального. Дело против меня. Дело против Навального. Дело против меня. Суд есть, правосудия нет. Я полностью разделяю те взгляды Алексея Навального. Согласен с ним. Знаю то, что он честный человек. И то, что мы должны выйти и поддержать его. А может быть, это пропаганда? Может быть, Кремль прав? Нет, Кремль не прав. И он борется с честными людьми, потому что Кремль самая коррупционная у нас организация. И им невыгодно, чтобы честные люди открывали глаза общественности на то, что происходит у нас в стране. Что вас привело сюда, на эту площадь? То же, что и у всех. Желание дать справедливости. Скажите, вы почему за Навального выступаете? Потому что я верю в его невиновность. У меня есть личная причина внимательно относиться к тому, что сейчас происходит. Потому что моих предков на Дону в Лебедяне уничтожила машина репрессий. И я не хочу, чтобы эта машина репрессивная из-за страха нашей нынешней нелегитимной власти была запущена снова. Я считаю, что сейчас то время, когда мы можем остановить репрессии, остановить кровь. Если мы не поддержим Алексея сейчас, то в следующем будем мы. Постепенно люди будут приезжать, интересоваться этим делом, разбираться в тех материалах, которые Алексей выложил в интернет. И сделают вывод, то есть поймут, что действительно Алексей не виновен. И дело полностью сфабриковано против него. Я ехал сегодня всю ночь в поезде и видел всех этих людей, которые поехали, всех вас, которые поехали. Атмосфера была просто воодушевляющая. Я получил огромное удовольствие. Мне приятно здесь находиться, несмотря на то, что это сфабрикованное дело и так далее. Вот просто по нашему настроению, по своему настроению я чувствую, что это не процесс надо мной или над нами. Это процесс над этими жуликами. Мы отлично понимаем, где вот этот суперкуп, который сделал. Вот то, что написано в заголовке «Путин вор», мы говорим эту простую правду «Путин вор». И поэтому происходит и этот процесс, дело 6 мая и многие другие процессы. Мы отлично все знаем, что да, будет какое-то непростое время, но и мы отлично знаем, что мы победим. Я благодарен абсолютно каждому, кто бросил свои дела в будние дни, поехал сюда, в Киров. Мы понимаем отлично, что сейчас процесс может начаться и закончиться через 30 минут. И вроде бы как вы ехали и зря. Но все это все равно не зря. Мы знаем, что мы боремся за себя, за свои семьи, за свою свободу. И мы обязательно победим. Я сейчас уйду в этот суд, я не знаю, кто в вас тут сможет попасть, кто не сможет попасть. Давайте попытаемся, чтобы не все с гипсом потом уезжали отсюда, пытаясь попасть в зал суда. Но мы совершенно точно победим. Один за всех. И все за одного. Один за всех. И все за одного. Спасибо вам, ребята. Увидимся после суда. Митинг в защиту Алексея Навального подходит к концу. В то же самое время нашисты с интеллектуальными лицами готовятся выступить против Алексея Навального. Они готовы всегда. Кто за зачет, а кто за маленькую копеечку. Провокации конек Кремля. Если есть митинг, значит надо организовать антимитинг. Те, кто вышли с прокремлевскими лозунгами, не скрывали, что нашли подработку в интернете. Хотя поначалу и утверждали, что пришли по зову гражданского долга. Молодые люди, можно вам вопрос один задать? Никогда подождите. Молодые люди. Вы из какого движения? Из этого. Из этого это из какого? Из оппозиции вроде как. Из оппозиции вроде как. А против кого вы тут оппозиционируете? Кому вы оппозиционируете? Навальному. Навальному? А Навальный что, у власти, что вы в оппозиции? Ну, вроде. Ну, он как сказать-то. Навырывал, говорят. А кто говорит? Люди говорят. А какие люди? Кто вам сказал об этом? В интернете вычитали. А в интернете, понятно. А ваша позиция как вы вообще? Вы сюда пришли за зачет, за денежку, за какую-то или по велению души? Ну, по велению души. Душа велела? Ну, не то, что душа, а с креативно-гражданской оппозиции. Понятно. А вот ваш вожак только что сказал, что страна погрязла в коррупции. Вот Владимир Путин 13 лет у власти, а страна в коррупции. Это как так получилось? Не знаю, что сказать. Нехорошо это. Так может, пора менять вожака-то? Ну, а может, еще хуже станет, если сменить его. Кто знает. Да ладно. Вы что, считаете, что кроме Путина никого больше в стране нет? Почему? Есть, но он как бы опытный. За 13 лет не... Больше не надо. Что-что? Он уже наворовал, ему больше не надо. Да ладно. А тут говорят, что ему все мало, у него же друзей много. Да? Нормально. Нам! Нет, я не буду. Кировский процесс по делу Навального начался. Акция нашистов не удалась, а людей, вышедших поддержать Алексея Навального, оказалось больше. Их будет становиться все больше и больше по всей стране. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Акция, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Давид Мелехин, Политвестник ТВ. Продолжение следует...